здравствуйте это лавка сороки и я татьяна паломарь каждую неделю мы отбираем украшения для новинок мы тщательно рассматриваем что как кого может быть надо починить кому что нужно добавить или убавить и конечно же обязательно мы их моем и некоторые украшения мыть легко и просто это просто там щетка вода а другие нужно прям постараться чтобы привести их надлежащий вид и сегодня мы расскажем о всех наших манипуляциях вот на примере вот этих украшений о том как мы их моем как мы приводим порядок и что у нас в итоге получается сначала нам нужно рассмотреть все украшения насколько кто грязные кого как чистить потому что от типа загрязнений зависит тип чистки так значит смотрим вот эту брошь мы например будем мыть зубной щеткой потому что видны некоторые загрязнения хоть это и бижутерия потому что бижутерию зачастую мы моем просто с водой без чистящих каких-то средств вот эта женщина здесь роспись красками и не нельзя особенно как-то мочить потому что вся прекрасная весь прекрасный портрет уйдет красота броши понятно исчезнет поэтому и самое легкое мытье показано также мы обращаем внимание на закрепку камней на тыльную сторону потому что именно там бывают ну фантастически грязные образцы и поэтому такие кольца мы моем особенно тщательно и варим в ультразвуковой мойке еще одни серьги которые нужно будет хорошо очень помыть и проварить потому что в глубине камней не какие-то мутные и нам нужно чтобы они красиво сверкали и блестели давайте смотреть так дальше мы включаем ультразвуковую ванной потому что чистка в ультразвуковой ванной занимает некоторое время поэтому мы просто наливаем немножко мыло заливаем горячей водой или холодной кому как нравится потом вода в ней будет все равно прогреваться подключаем выставляем время и температуру и оставляем ее когда мы моем и чистим просто водой с мылом мы снимаем самые такие простые загрязнения мы не придаем никакого там особого блеска просто убираем пыль теперь покажем что мы делаем зубной пастой и зачем она нам нужна зубная паста это очень мягкий абразив и таким образом можно снять некоторое загрязнение вот как с этим корабликом мы хотим сверху снять темное а внизу чтоб внутри вот там где эти такие рисунки как бы его очертания осталось темное и зубная паста очень хорошо подходит она не убирает это оксидирование потому что именно она придает украшению контрастность поэтому мы трем хорошенько натираем берем пасту недорогую самую дешевую с просто со втором чтобы она отбеливала ну для отбеливания зубов а в нашем случае чтобы она помогала оттереть наш кораблик вот смотрите он уже блестит то мы повторяем эту же процедуру с другими украшениями чтобы там допустим у эмали хорошо выглядели перегородки вот у этой броши тоже нужно придать ей контрастности потому что это просто серебро дальше приступаем к очистителю это специальный очиститель который снимает патину и чем старше патина тем дольше ему нужно времени вот такому кольцу которого патина не очень сильная и она сделана буквально 30 лет назад нужно совсем немножко там ну 15-20 секунд и патина уходит на ваших глазах но она уходит из всех мест а что нам не всегда нужно у этой роскошной броши есть некоторые дефекты у нее на вот этих подвесках есть пятнышки и нам нужна паста гаи это более мощное абразивное средство мы специально берем мелкую фракцию для ювелирных изделий вот она такая зеленая для того чтобы ее нанести нам нужно масло просто обычное масло оливковое так мы макаем тряпочку масло затем в саму пасту немножко совсем чуть-чуть там нужно будет затем набираем вот как бы зачерпываем пасты гаи и так хорошо ее набираем так что все было зеленое как видите и руки зеленые все зеленое и оттираем точно там где нам нужно вот именно пятнышки потому что в остальном брошь очень недорственно блестит как видите мы работаем в перчатках потому что эта паста залезает просто во все там кутикулу ногти маникюр портит очень хорошо но брошь будет восхитительно вообще если вам нужно что-то отполировать вот серебро даст какие-то мелкие царапины убрать берите пасту гаи она очень хорошо с этим справляется в том числе ей можно так если потратить какое-то время неплохо отшлифовать янтарь то есть довести его до такого блеска ну конечно не до состояния нового но нормального дальше мы смываем эту пасту это тоже не так просто она залезает во все мелкие там выпуклости поэтому мы хорошенько хорошенько натираем промываем пока брошь не станет серебряной и не уберем все все вот зеленые потеки видим что все в порядке дальше натираем замшевой тряпочкой специальной натираем чтобы затереть самые малейшие царапины чтобы было абсолютно отполированная поверхность и вуаля у нас брошь идеальным очень хорошем состоянии смотрим что у нас там с кольцом так вытаскиваем и что я надеюсь вам заметно что патина ушла и очень хорошая позолота проявилась что она плотная вот пора посмотреть что у нас с сережками произошло и понятно что все очень хорошо отмылась потому что ультразвуковая очистка иначе не работает мы их получим в воде смотрим что до кристаллы очистились стали блестеть и теперь можно посмотреть что у нас в целом получилось как видите мы не используем никаких там кипятящих средств там не закипятить соды и так далее моем и достаточно в щадящем режиме но получается весьма и весьма неплохо вот кстати наш ночной дозор рембрантовский так можете рассказать как вы моете показать свои результаты подписывайтесь на канал спасибо за просмотр до новых встреч